Жители Голицына, активные пользователи Инстаграм, поэтому свои жалобы главе Одинцовского района решили передать через это приложение. По их мнению, часовня в честь преподобного Ильи Муромца возводится на месте детской площадки, а значит лишает малышей возможности весело проводить время на прогулке. Александр Дудоров, глава поселения, на совещании в администрации заверил Андрею Иванову, все в порядке, часовня строится, детская площадка цела. Но руководитель муниципалитета решил убедиться в этом лично. Она точно не на детской площадке, детская площадка находится в стороне, мало того, она еще попала в программу модернизации на следующий год, то есть все сделано, что называется, по уму. Собравшись у возводимой часовни, местные жители говорят, противников появления в черте Голицына святого места на самом деле не так много, буквально несколько человек. Тех же, кто поддерживает благое дело, гораздо больше. Большинство жителей, в том числе, которые живут в этих домах, откуда были вот эти обращения, большинство жителей поддерживают этот проект. И я убедился, что здесь вмешиваться не нужно, по большому счету нужно приехать 4 ноября, когда будет открытие, вместе с жителями, жильцами этих домов произвести торжественное открытие. Часовню преподобного пророка Ильи Муромца, покровителя пограничников, решили возвести в честь столетия образования этих войск. Ее торжественное открытие запланировано на 4 ноября. До открытия еще одной достопримечательности Голицына, парка героев 1812 года, еще далеко. Но первый этап благоустройства близится к завершению. Заканчиваются работы над тропиночной сетью. Качество работы тоже высокое, дрядчик на месте, техника работает, сроки нарушены не будут. Парк героев Отечественной войны 1812 года по задумке станет центром притяжения жителей не только Голицына, но всего Одинцовского района. Там появятся различные тематические зоны, контактный зоопарк, каток, аллея для молодоженов и лодочная станция. Завершение всех работ запланировано на 2022 год.